Теперь мы рассмотрим более сложный класс задач, тоже связанный с пружинами. Но если до сих пор мы рассматривали случаи, когда все пружины являлись невесомыми, теперь у нас пружина будет обладать своей собственной массой m. Предположим, что в нерастянутом состоянии длина пружины L, нулевая, в нерастянутом состоянии. Требуется определить, каково будет удлинение пружины, если ее подвесить за один из концов. Давайте рассмотрим такой случай. Требуется найти удлинение пружины. Жесткость пружины надо задать. Наверное, жесткость пружины будет k. ΔL требуется найти. Для того, чтобы решить эту задачу, разобьем пружину на n одинаковых маленьких кусочков, участочков. Нумеровать эти участки будем для удобства, наверное, снизу. 1, какой-то n и так далее. На какой-то n-ный участок будут действовать все участки, которые находятся ниже него. При этом сила, действующая на n-ный участок, будет равна n делить на полное число участков и умножить на n-1. Это та сила, которая действует на какой-то n-ный участок. Сверху этот участок, поскольку участочек покоится, на него будет действовать своя сила, которая будет сохранять длину верхней части неизменно. Значит, изменение силы, вот это вот fn будет приводить к тому, что вот этот вот участок маленький получит малое приращение длины ΔL с индексом n. Чтобы найти малое приращение ΔL с индексом n, нам нужно записать закон гулка. fn равно минус k вот этого n-ного участка на ΔL этого n-ного же участка. Давайте я сейчас здесь уберу знак минус. Буду считать, что у меня по модулю, поскольку по третьему закону Ньютона сила, которая действует со стороны вот этих нижних участков, будет равна силе упругости. И она нам как раз даст тот самый недостающий знак. ΔL будет направлен туда же, куда и направлено силу. То есть я здесь поставлю знак плюс. fn равно kn ΔL n. Чтобы найти жесткость такого участка, можем заметить, что вся пружина разбита на n частей. Поскольку у нас эти пружины соединены последовательно друг за другом, можем записать, что 1 на k равно 1 на k1 плюс 1 на k2 плюс и так далее плюс 1 на k с индексом n. Все участки одинаковы, соответственно, жесткости их одинаковы. Это k1 равно k2 равно k с индексом n и так далее. И значит, вот эта сумма даст нам n, количество таких участков, деленное на k одного участка. Но давайте как раз, поскольку мы n маленькое взяли в качестве индекса, мы можем взять kn участок. Отсюда kn будет равно k, деленное на, наоборот, умноженное на n. k умноженное на n. То есть жесткость маленького участка в n раз выше, чем жесткость всей длинной системы. Подставим сюда и найдем отсюда дельта ln. Дельта ln равно fn делить на k с индексом n или же fn делить на n на k. fn можем подставить также получим n на n минус 1g делить на n квадрат и на k. То, что мы сейчас здесь получили, это удлинение n-го участка. Полное удлинение всей такой пружины, дельта l, будет равно сумме по n маленькому от из ницы до бесконечности до n большого. Но здесь, не умаляя общности, можно брать и от нуля, потому что при n равном единице у нас дельта l первое будет равно нулю. Так что здесь n не имеет значения, как он. Здесь, наверное, проще всего брать действительно от единицы, потому что n от единицы, иначе у нас получатся отрицательные какие-то величины. Первый участок не удлиняется, на него еще ничего не действует, и следующий удлиняется. Значит, n от единицы от m, n минус 1g делить на n квадрат k. Или же постоянную величину можно вынести за знак суммы mg на n квадрат k. А сумма у нас останется по n от единицы до n большого от n минус 1. Что же такое вот это за сумма? При n равном единице у нас 0, при n равном двойке у нас 1, тройке 2 и так далее. То есть вот эта сумма представляет собой mg делить на n квадрат k, единица, плюс 2, плюс и так далее, плюс последний будет n минус 1. Вот такая сумма. Но это не что иное, как обычная арифметическая прогрессия. Сумма арифметической прогрессии это первый плюс последний член делить на 2 и умножить на число членов. То есть мы получим, что это равно mg делить на n квадрат k. Первый плюс последний дает нам n. Число членов таких n минус 1 и делить на 2. Арифметическая прогрессия. Квадрат и n сокращаются. Ну и далее, если у нас число n является очень большим, то есть мы разбиваем на очень-очень маленькие кусочки, то единицы по сравнению с этим очень большим n можно пренебречь. и n минус 1 и n можно сократить. Значит, это будет примерно равно mg делить на 2. k. То есть такая пружина, вот такая вот, удлиняется в два раза меньше, чем если бы вся эта масса, масса пружины, была бы сосредоточена в ее нижней части в виде отдельного груза. Итак, мы рассмотрели случай пружин с однородным распределением массы по длине.